Приветствую всех! Вот есть такая поговорка «Четыре колеса возят тело, а два – душу». Давайте поговорим про два колеса, про мотоциклизм как явление, про то, как нам жить, нам, автомобилистам, с ними, мотоциклистами. Что у нас общее, что у нас разное. Может быть, мы как кошки с собаками, да, может быть, нам нужно и должно жить душа в душу. Поможет мне в этом Владимир Здоров, главный редактор журнала «Моторевю». Володь, приветствую. Приветствую тебя, Леонид. Приветствую слушателей. Сразу скажу, что «Моторевю» не имеет отношения к «Авторевю». Просто ребята в свое время воспользовались тем, что мы не запатентовали такое название «Моторевю», взяли его. Но мы на это совершенно не в обиде, потому что ребята классно ездят, хорошо лихо пишут. И самое главное, у Володи колоссальный накат на разного типа мотоциклах. И он, в общем-то, он и вашим, и нашим. Он, естественно, и автомобилист. Равно, как, в общем-то, и большинство мотоциклистов, о чем тоже не стоит забывать. Да-да-да-да. Скорее даже наоборот. Почти каждый мотоциклист, по крайней мере, в столице является автомобилистом, и только во вторую, и в меньшую степени. А очередь он является мотоциклистом. Да. Хотя бы даже по погодным условиям. Да-да-да-да. Ну вот скажи, это ведь совсем разные ипостаси передвижения, да? Автомобиль и мотоцикл. Ну, если подходить с точки зрения физики и с точки зрения понимания сути процесса, то, безусловно, нужно говорить все-таки об одном. И то, и другое транспортное средство приводится в движение двигателем на заднем возгорании, ну, либо дизельным двигателем в случае с автомобилем, хотя и мотоцикл есть тоже с дизельным двигателем. Да и электрический, я так понимаю. Да, безусловно. Не об этом речи, да. Это технический момент, да. Глобально это транспортное средство, как бы то ни было. В массе своей автомобильной, хотя, безусловно, можно выделить и спортивные машины, равно как и мотоциклы, да, специально предназначенные для определенного рода вида спорта. Но есть принципиальные моменты, которые, конечно же, отличают машину от мотоцикла. И, пожалуй, главное из них, что в отличие от машины, даже самый маленький мотоцикл не прощает ни единой ошибки его пилота, а здесь будет уместнее именно использовать слово «пилот». Он эти ошибки караулит, он ждет любую оплошность, даже самую незначительную. И в отличие от машины, он не будет страховать подушками безопасности, ремнями. И обязательно накажет. Вот, именно, вот я с детства тоже любил, ну, я влюблен в автомобили, но с детства тоже любил мотоциклы, и несколько раз пытался на них садиться. И каждый раз дело оканчивалось падением. Поэтому еще давно, лет 20-25 назад, я сказал себе, что нет, видимо, мотоцикл это не для меня. Но, ты знаешь, вот все время во мне что-то такое существует, да, которое меня толкает к двум колесам. Что это? Что может дать мотоцикл человеку, который уже, предположим, давно ездит на автомобиле? Ну, если человек давно ездит на автомобиле, и, как в твоем случае, он ездит очень уверенно, хорошо, быстро, профессионально, то любой современный спортбайк, будучи там на несколько порядков дешевле схожего по мощности автомобиля, может дать тебе такой мир ощущений, такую новую волну эмоций и такой безграничный горизонт адреналина и возможности учиться дальше, что ты просто вступишь в новый мир, в котором все твои понятия о динамике, разгоне, о мощности, о скорости будут снизвергнуты в никуда. Это то, что может современный мотоцикл, и это то, что многих мужчин, безусловно, к нему толкает. Хотя, конечно же, это не единственное. Кто-то хочет выглядеть брутальнее. Для кого-то мотоцикл – это такой же оберег и приманка, как Геленваген. Ну да, какие-то Харли Дэвидсоны, да? Не обязательно, но безусловно, да. Харли Дэвидсон – это вообще отдельная история, связанная... Наверное, это лучший пример того, как нужно грамотно вкладывать деньги. Да, то есть это мотоцикл технически неизменный в течение 60-ти лет, но раскрученный до такой степени, что даже Чукчин наверняка знает, что такое Харли Дэвидсон. Да, да, да. Хотя, еще раз повторяюсь, с технической точки зрения, старый, добрый аппарат 50-х годов неизменный. Настоящий классический Харли. Да. Есть, конечно, там его интерпретация жидкостным охлаждением, сделанным совместно с Порше, но это уже не true Харли, так скажем. Ну, то есть есть такие же технические... То есть мотоциклы бывают разные. Ну, скажем так, вот насколько широк и полярен мир автомобилей, настолько же еще более широк и многообразен мир мотоциклов. Одних видов и подклассов такое множится, что даже самый современный и продвинутый пользователь может в них запутаться. Как и в автомобильном мире, произошло смешение классов, диффузия многих моделей в другие модели. Произошло четкое разделение, и в то же время есть миллион мотоциклов, есть даже мотоциклы с водушкой безопасности автомобиля. Да, я читал про это, да. Хонда, по-моему. Да, это Хонда Голдвинг. Другой вопрос, насколько она работает, да. Но, тем не менее, есть даже такой мотоцикл. То есть мир мотоциклов безграничен. И в отличие от автомобиля, да, он все-таки гораздо больше подчеркивает индивидуальность его владельцев. Скажи мне, а вот правда ли, что если мы видим человека, который едет просто по улице города на спортбайке, вот том самом, о котором ты говорил, да, который может дать совершенно иные ощущения, да, по динамике разгону, то этот человек ненормальный, потому что на спортбайках нужно ездить по гоночному треку. Это все равно, что ездить по Москве на Формуле-1. Ну, в общем-то, да. Только разница, что у Формулы-1 все-таки четыре колеса, а у этого мотоцикла два колеса. Ну, то есть этот человек еще более ненормальный, чем Виталий Петров, который выйдет на Кетрахим и гоночном Формуле-1 вне рамок Москвы. В какой-то степени да. Безусловно, спортбайки можно увидеть не только на улице города Москвы, но и на улице города Милана, на улицах города Берлина и так далее. То есть сумасшедших много, и они повсюду. Я бы все-таки не стал проводить такие жестокие аналогии. Я бы скорее привел к следующему знаменателю. То есть если мы говорим про Европу, то человек, который на этом самом спортбайке движется по городу, он прошел многоступенчатую систему получения соответствующих удостоверений и допусков, чтобы оказаться на этом спортбайке. Это основное отличие. То есть, да, безусловно, на улицах Москвы есть люди, которые совершенно не понимают, что они на этом спортбайке и как они вообще делают. Есть люди, которые знают, что это такое, и двигаются на нем ровно на те возможности, которые они сами себе могут позволить. Но спортбайк, безусловно, далеко не лучший снаряд для городского движения. По-хорошему, место ему на треке. Благо, наконец-то в Москве построили Москва Рейсвей, на котором мы в ближайшие выходные ожидаем мировое событие, то есть приход гоночной серии «Супербайк». То, что еще несколько лет казалось невероятным, то есть это можно будет увидеть. Сейчас мы это перепишем, потому что это же пойдет уже после того, как пройдет. Я понял. Но, значит, благо есть Москва Рейсвей, где прошел первый этап мирового «Супербайка», это феерическое зрение. И если администрация трека будет разумно, меняема и не будет требовать каких-то космических прайсов, то любой владелец спортбайка может, в общем-то, приехать и понять, что будет тренировок бесконечный. Они были у меня в эфире, и они обещали, но они сами трек не организуют ни школы, ни трек-дни, но они будут сдавать трек в аренду неким промоутерам. Так что надеемся, что в вашей мотосреде найдется кто-то, кто организует там настоящую гоночную школу. Да, либо хотя бы просто предоставят трек-дни, как это делается в Европе. Да, да. Но гоночная ипостась мотоцикла – это одно, а все-таки дорожная – это другое. Вот ты, что бы ты с твоим опытом рекомендовал для начинающих? С чего начинать людям? Я бы в первую очередь начинал с собственной головы. Это основное. Это вообще универсальный такой рецепт, не только мотоциклистам. Думаю, что да, но особенно это касается мотоциклистов. То есть даже самый маломощный мотоцикл, спустя буквально 2-3 недели, когда человек осваивает элементарные навыки вождения, ну или так скажем, вкатывается, дает ложное, безграничное чувство свободы. Ты можешь не стоять ни в какой пробке, ты можешь перестроиться… Вот мы сейчас поговорим попозже, мы поговорим об этом, на счет не стоять. Да, перед любым автомобилем, как ты думаешь. Ты можешь успеть туда, куда однозначно не успеет никто. Это ложное чувство свободы приводит всегда к одному. Случай с автомобилем – это помятые крылья, бампера и капот. В случае с мотоциклом – это падение. И как минимум серьезные неприятности со здоровьем. Да, 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 да. Это как раз то, с чего нужно начинать. С собственной головы. С понимания пределов возможностей не только своих, но и тех, кто едет вокруг тебя. Ну хорошо, как это понимать? Как ты это можешь сформулировать? Я бы сформулировал это следующим образом. Если мы говорим, когда мы говорим про водителя автомобиля, что он должен мониторить ситуацию, да, и понимать, что происходит вокруг машины на 360 градусов, мотоциклист это должен делать на 720. Он должен видеть на 10 ходов вперед. Он должен просчитывать те вещи, про которые автомобилист даже не задумывается. Это разметка. Это масло, капающее из Камаза. Это неуверенный новичок с иногородними номерами. Это другой мотоцикл, который едет сзади быстрее тебя. Это масса факторов, про которые автомобилисты даже не знают. Пилот мотоцикла, именно пилот, я подчеркну, должен держать в голове столько же вещей, как и пилот самолета. Тогда у него будет благополучный взлет и посадка. Слушай, ну это же, в общем, и к вождению автомобиля приспособлен не каждый. Безусловно. А в случае с мотоциклизмом это в квадрате или в кубе, получается? Я бы сказал в кубе. То есть я в свое время занимался тем, что у меня была школа, мастер-класс. Я учил людей. И я вынужден признать, что мне попадались личности, которые были безнадежны. Конечно, я никогда им об этом не говорил, но я понимаю, что эти люди никогда не будут на дороге быть безопасны. Они не смогут быть в безопасности на дороге. Это не их. Их было немного, но такие клинические случаи тоже встречаются. Интересно. Вот сейчас мы послушаем новости, а потом вернемся к этому вопросу и поговорим с Владимиром Крестовским, музыкантом, лидером группы Ума Турман, о том, что для него мотоцикл. А пока новости. Приветствую всех. Мы в рамках Дорожного просвета говорим про мотоциклизм как явление и его связь с автомобилизмом. У нас в гостях Владимир Здоров, главный редактор журнала Моторевью. И сейчас мы дозвонились до Владимира Крестовского, музыканта и лидера группы Ума Турман. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Вы мотоциклист со стажем? Я мотоциклист со стажем. А сколько вы ездите на мотоцикле? Если не считать того, что я в детстве проехал на мопеде или там частично на мотоцикле, то, наверное, лет 8. Ну вот сейчас уже, когда я переехал в Москву и купил себе нормальный более-менее мотоцикл. Да. Сколько лет? Ну вот сколько я в Москве, не знаю, лет 8. Лет 8, да? Ну это существенное, да. За это время какие-нибудь у вас падения, аварии были? Ну, конечно. Как же. Вот, конечно. Нет, ну это еще, я просто еще пользую разные же мотоциклы. И порты, и кроссовые, и так далее. Ну на кроссовом просто каждый выезд, это несколько. У меня, по крайней мере, несколько раз я падаю за выезд. То есть там по-другому как-то не получается. Но ничего, встал-пошел, да, потом? Ну да, конечно. Ну в защите, естественно. Там скорости не те. Угу. Ну как-то пока, слава богу, висит. Ну падал я и на таких, конечно, мотоциклах. И меня подрезали в пробках. Я делал сальто через себя вперед. Однако. Так называемые, да, стопи, стопи с продолжением. Стопи, это переворот через переднее колесо, да? Да, стопи, это когда едут на переднем колесе. Да, у меня был такой мотоцикл, такой Бьювелл. У него была очень острая вилка и очень хорошие тормоза. Ага. И вот один раз, когда меня подрезали резко, но у меня как бы вариантов не было, я был вынужден или бить человека, что он мне подставил, или оттормаживаться до упора. Ну вот я тормозился, он уехал. Он причем успел уехать из-под меня, а я кувыркнулся вперед. Ну и... Без переломов или были? Не, ну так, ушиб внутренних органов, ничего серьезного. Ну здорово, здорово. Но вот со временем с вами количество этих инцидентов, если мы не говорим, не берем спорт, а берем дорогу, оно уменьшается? Ну, конечно, тут, по сути дела, дело случая. Естественно, нужно быть очень осторожным, как сказал вот, как-то меня. Это очень, очень сильно нужно быть сосредоточенным, чтобы ездить быстро по пробкам. Да, да. Потому что очень много всего может случиться, и надо перестраховываться и думать, что всегда вот этот человек впереди тебя, который едет, сейчас может что-нибудь не в твою пользу сотворить. Владимир, а если, скажем, ездить не быстро по пробкам, если немножко умерить скорость? Потому что, вот как мне кажется, есть такая проблема, что мотоцикл настолько дает ощущение вседозволенности, что ты просто забываешь про то, что такое правило дорожного движения вообще навсегда. Нет, ну естественно, естественно, мотоциклисты не соблюдают правила дорожного движения. Почему естественно? Ну потому что смысла в мотоцикле нет. Во-первых, во-вторых, я считаю, что безопасность движения, она не зависит напрямую от скорости передвижения. Я даже считаю, что на мотоцикле опасно ездить в потоке машин. Это правда. У меня столько случаев было, у меня сосед, вот даже вот просто сосед через дом, далеко ходить не надо. Вот он как раз только что купил себе мотоцикл, там очередной поменял, и просто, пока он его еще не понимает и не знает, просто ехал в потоке машин за машиной. И человек, выезжав на перекресток, его просто вообще не увидел, потому что он привык видеть там КамАЗы, КамАЗы он замечает. А мотоцикл, он просто, он прям поехал прямо в него. Ну да, ну да. Он просто сшиб человека и все. И таких случаев масса, когда люди, ездящие аккуратно, их просто сбивают. Поэтому, ну как бы каждый для себя выбирает свой стиль вождения, которому легче выживать. Но мне выживать легче, когда я еду агрессивно. То есть едешь, всех обгоняешь, везде мелькаешь дальним светом, чтобы все тебя видели и слышали. Желательно, чтобы мотоцикл громко работал. Для этого нужно поставить тиминговые глушители. Это, кстати, тоже очень важно для выживания мотоцикла. Ну а все-таки, вот я не знаю, Владимир, согласитесь вы со мной или нет. Вот мне кажется, что нет ничего ценнее, чем человеческая жизнь. Вот стоит мотоциклизм как явление такого риска? Понимаете, вот мы берем на одну чашу весов. То есть ответ для вас очевиден. Вы ездите на мотоцикле постоянно, да? Равно как и Владимир Здоров. Вот мы берем на чашу весов собственную жизнь, а на другую вот эти ощущения. Потому что я думаю, что вряд ли вы ездите на мотоцикле только потому, что быстрее приезжаете летом. Правда? Ну, нет, ну я люблю, в принципе, мотоцикл. Но отчасти из-за этого, что можно добраться летом, я в принципе передвигаюсь исключительно на мотоцикле. Ну то есть для вас однозначно этот риск оправдан? Нет, конечно, оправдан. Единственное, что люди, которые думают, а они погонят ли мне на мотоцикле, может быть, мне купить. Я лично с тем, кто еще не болеет этой темой, вообще не советую садиться на мотоцикл. Вот, вот именно, да-да-да. Я всех обговариваю, когда ко мне подходят, а может быть мне... Ну, действительно, это очень опасно. Если уже человек без этого не может, тут вариантов нет. Ему надо просто учиться, учиться ездить и все. Всегда учиться, скажем так. Лучше посетить какие-нибудь курсы за границей, у BMW есть там хорошие курсы. Или, в принципе, у нас какие-то курсы безопасного вождения или экстремального вождения, или заняться мотокроссом, что тоже повышает выживание на дорогах, учиться падать и так далее. Ну, в общем, если ты без этого не можешь, надо учиться выживать. А если ты можешь без этого, лучше без этого. Лучше купить большую машину и ездить спокойно. Это правда, это правда. Владимир, огромное спасибо. Это был Владимир Крестовский, музыкант, лидер группы «Ума Турман». Ну вот, мне кажется, на очень важную тему, Володь, мы вышли, на то, что, вот как Крестовский там сразу сказал, да, говорит, естественно, на мотоцикле, езда на мотоцикле естественно предполагает нарушение правил дорожного движения. Я тебя услышал, я тебя, безусловно, услышал, и, к огромному сожалению, в словах Владимира есть доля истины, но здесь нужно очень четко провести градацию. Все-таки основное преимущество, которое дает дорожный мотоцикл, особенно если мы говорим про забитые метастазами пробок мегаполиса, да, это свобода передвижения. И если мы не считаем страшным преступлением езду между стоящими рядами автомобилей... Почему это мы не считаем? В правилах дорожного движения ничего этого нет. Вот именно, в правилах дорожного движения у нас этого запрещают. В Соединенных Штатах Америки прекрасно все мотоциклисты, как зайчики, едут за автомобилем. Там нельзя, там нельзя ездить между рядами. Я тебе скажу больше. И у нас нельзя. Теоретически нет. Как вы говорите, теоретически? А я вас расскажу. Есть правила, давайте, да? Да, давайте. Есть закон, если вы нарушаете закон, вы вне закона. Согласен. Но если между рядами идет прерывистая разметка, что мешает там двигаться транспортному средству? Соображение безопасности, повышенный риск. Вот именно это мешает. Вот сейчас очень много стало аварий с мотоциклистами попадать в поле зрения регистраторов. Видеорегистраторов. И вот я недавно совсем видел в интернете ролик, где черная Мазда-3 сбивает мотоциклистов. Я видел этот ролик. Видно, что нарушают оба. Леонид, по поводу этого ролика, к сожалению, могу сказать, вещи очень жесткие, но справедливые. Мне звонили родственники пострадавшего мальчика. Мы со стороны журнала, как могли, поддержали его. Но с моей точки зрения, налицо была совершенно очевидная, понятная вещь. Обоюдная, обоюдная вина. Я бы сказал жестче. Я бы сказал, что с точки зрения мотоциклиста была ни одна возможность данной ситуации избежать. Ему не хватило опыта. Абсолютно точно. Он, а, успевал оттормозиться, и, б, как это ни странно, он даже мог поместиться между автомобилем и отбойником. Он туда влезал. Ему не хватило опыта. Его взгляд ушел в отбойник. Да, да, да. И он туда поехал. Это вообще психология. Что касается езды между рядами, у меня есть что возразить. Я по роду своей работы очень много бываю в европейских странах. Везде, в любой европейской стране, мотоциклисты ездят между рядами автомобилей. Это правда. Об этом прекрасно знают автомобилисты. Об этом прекрасно знает полиция. Там это прописано, насколько я знаю, в правилах дорожного движения. Совершенно верно. Вот расскажи, ты знаешь, где в каких? Я расскажу чуть позже. Да, то есть, единственная страна в Европе, где прописано, что нельзя ездить между рядами автомобилей, это Германия. Но даже в законопослушной дозвона Германии все мотоциклисты ездят между рядами. В противном случае смысл покупки мотоцикла. И огромная индустрия продажи этих мотоциклов и скутеров для беспробочной езды теряется. Более того, если автомобилисты понимают, что там идет поток, и они все равно стоят, то почему бы не пропустить человека? Почему не пропустить человека, который может проехать? Он не будет мешать тебе никаким образом. Ты не проедешь ни на метр вперед, если ты закроешь ему дорогу. Это как раз то, чем грешат иногда российские автомобилисты, особенно озлобленные долгими состояниями в пробках. То есть, вот это вот само понятие противостояния, если бы мы сейчас были с похожей программой, попытались бы выйти на какую-нибудь западную аудиторию, нас бы просто не поняли. Просто не поняли, абсолютно. Мы бы сказали, ребята, о каком противостоянии мы говорим? Ведь здесь, наверное, может быть, даже копнуть глубже и вообще абстрагироваться от мотоциклов. У нас же есть и право состояние автомобилистов друг с другом. Да, да. У нас люди бьются за сантиметром. И с пешеходами. У нас вообще слишком много противостояний в нашем обществе. Да, конечно. Абсолютно точно. То есть, люди бьются за сантиметр свободного пространства. Они готовы не пускать тебя до скрежета металла собственного автомобиля. И мотоциклисты в этом смысле никаким образом не отъявляются чем-то обособленным. Они просто попадают в эту войну. Являются. Проблема в том, что... Они очень уязвимы в этой войне. Степень уязвимости их на порядок выше. И это действительно проблема. И надо понимать ситуацию с другой стороны. Ведь, как правило, мотоциклист, он отец, он бизнесмен. Его точно так же, как и другого автомобилиста ждут дома. Абсолютно, конечно. И точно так же нужно понимать, что если ты не пропустил этого человека, подвинул рулем или там сделал какое-то преднамеренное действие, да, то фактически ты встаешь на тропу, которая действительно серьезно, русская закон. Ты толкаешь человека... Ты в двух шагах от убийства. Именно так. От убийства человека. От лишения его жизни. То есть даже если мотоциклист неправ, он едет с дальним светом, он мешает тебе жить своим прямоточным глушителем, он сочински попирает правила дорожного движения, но, подчеркиваю, правила дорожного движения, это не повод его убивать. Это абсолютно правильно. Да, это повод пойти, сделать, может быть, какой-то закон, что-то еще подумать о чем-то, да? Вот сейчас мы об этом поговорим, а пока новости на Финам.ФМ. Приветствую всех. Говорим с Владимиром Здоровым, главным редактором журнала Моторевью, про мотоциклизм и автомобилизм. И сейчас мы вышли на очень серьезную тему, как нам, как говорили, реорганизовать трапкрин, ленинская такая была статья известная. Как бы нам реорганизовать, гармонизировать дорожное движение в России, умы, как перенастроить наши и, может быть, переделать правила дорожного движения по западному образцу. Для того, чтобы было движение безопаснее, и это вот наша совместная жизнь. Вот ты упомянул Европу, где разрешено движение между рядами, кроме Германии. Что, опять-таки, не мешает тем же немецким мотоциклистам между этими самыми рядами ездить. Вот что, ты наверняка изучал правила, вот что, на твой взгляд, было бы полезно перенять нам в части правил дорожного движения, положим? Что касается правил дорожного движения, самое главное, чтобы действительно бы помогло, да, чтобы за рулем мощных, действительно мощных спортбайков не оказывались дети, 16-летние подростки. То есть, вводить несколько категорий. Да, и мы сейчас к этому идем. То есть, человек, прежде чем он сядет на сумасшедшей по мощности болит, да, он должен быть адекватным, он должен понимать, что это такое, он должен пройти серьезную школу, он должен иметь серьезный накат за плечами. Это и есть основная проблема. Скажи, а скутеры, по-твоему, вот 50 кубиков, их стоит оставить бесправными, эти категории? Потому что сейчас, с одной стороны, это прекрасно, и многие мои друзья там покупают скутеры там куда-нибудь в деревню, спокойно ездят. Но, с другой стороны, эти люди ездят вообще без знаний правил дорожного движения, очень часто без шлемов, и самое главное, они ездят нетрезвыми. Вот, им это все, конечно, очень нравится, но до поры до времени, пока они не попадают в аварию. Вот как ты считаешь? Здесь, с моей точки зрения, все очень просто. Как это ни странно прозвучит, 50-кубовый скутер во очень многих аспектах намного опаснее полноценного дорожного мотоцикла. Абсолютно точно. Абсолютно точно. Он маленький, ему не хватает динамики, он не может сильно уходить от своих правых полос, а иногда, правда, он это и делает. Его ничтожные маленькие колесики не способны справляться с ямами. На нем, как правило, сидят люди очень далекие от мотоциклизма, от понимания того, что это, и вообще от дороги. И, безусловно, какие-то правоприменительные практики должны применяться к тому, чтобы... То есть, все-таки, чтобы они сдавали... Я не могу сказать, что это должно быть. Например, в той же Европе нет такого понятия, как права для 50-кубового скутера. Но, не во всех странах, но зато есть очень четкое понимание ответственности. Более того, если ты будешь ехать с бутылкой пива на велосипеде... На велосипеде, именно, тебя полиция остановит и оштрафует, это точно. И при этом правильно сделает. Это точно, да. Я уж молчу про скутеры. То есть, очень четко надо это понимать. То есть, к сожалению, так сложилось, что у нас 50-кубовый скутер, это индульгенция. Да. Это неправильно. Вот давай сейчас поговорим... Мы дозвонились до Дмитрия Потапенко, предпринимателя, который ездит на мотоцикле. Дмитрий, здравствуйте. Добрый день. Скажите, как давно вы ездите на мотоцикле? Ну, лет 7 уж как. Были за это время падения, какие-то травмы? Ну, травмы, слава богу, не было, а падений было, да, несколько было. Но, слава богу, без каких-то, да, существенных? Без последствий, да. Хорошо. Скажите, вы же ездите наверняка и у нас, и за рубежом? Да, безусловно, и там, и здесь. Вот как вы считаете, на ваш взгляд, что бы России сделать, что бы перенять у Запада для того, чтобы более безопасной была бы жизнь мотоциклистов? Ну, к сожалению, здесь это бессмысленно говорить. Это надо начинать с главного, с дорог, а остальное, в общем, вторично. Потому что я всегда это говорю, когда меня спрашивают о движении в России и за рубежом. Я всегда говорю, если вы хотите узнать о качестве дороги, спросите мотоциклиста. Вот просто выпустите мотоциклиста на дорогу, он вам расскажет о каждой кочке, запятой и всем, 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 что есть. Вот разница между ездой там и здесь очень принципиальна, я бы сказал бы, она кардинальна. Здесь ты работаешь, когда едешь, а там ты едешь, отдыхаешь, скажем так, наслаждаешься ездой, там реальный, что называется, фрирайд. А здесь ты вкалываешь, вот, и ты приезжаешь зачастую там в офис весь мокрый, снимая всю защиту. И, в общем, по сути дела, там вынужден умываться, обмываться, чтобы там физически просто приступить к работе. Но, Дмитрий, а стоит оно того? Зачем же так напрягаться-то? Оно, к сожалению, я подчеркиваю, к сожалению, стоит. Да, к сожалению, оно того стоит, потому что Москва, в общем, не приспособлена для жизни. И, то есть, надо понимать, что мотоцикл или там скутер, или максискутер, или мотороллер, он очень сильно экономит время жизни в Москве. К сожалению, конечно, Москва, вообще Россия, большая часть России, это не мотоциклетные державы, и никогда ими не станут, и, в общем, те же себя и люди в этом не стоят. Это больше, скажем так, желание сэкономить, и, безусловно же, желание фрирайда, чувствовать себя свободным. И оно крайне тяжелое и дорогое во всех смыслах этого слова. Ну, то есть, какая-то, получается, такая привязанность, вроде наркомании. Да, ну, можно назвать что-то, да, поскольку есть для многих эта необходимость, подчеркиваю, что те, кто катаются на этом, безусловно, хочется все-таки быть свободным, а не стоять в пробке по три часа, когда можно доехать, там, за пять-семь минут. Ну, да. А вы на чем ездите, на каких мотоциклах? Какого типа? Ну, у меня так называемый Power Cruiser, это Honda X4, и так называемый Малый Гусь, это Enduro. Поэтому и один, и второй позволяют, в общем, хорошо растекать по Москве, конечно, тяжелее по стране, но, тем не менее, это получается. А вот зимой? Зимой нет, к сожалению. У меня есть друзья с НАТО, которые, я их называю, реальными байкерами. Они, в том числе, там, ездили в Ирак, в Иран, там, куда-то... Это не те, которых в Ираке приняли? Ну, через одного товарища я их тоже знаю, скажем так. Он их близкий друг, а он мой близкий друг. Вы знаете, сообщество мотоциклистов настолько узкое, что... Да, 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 да. Да, я принимал, там, тоже, там, не таким образом старался способствовать, чтобы наших парней там вытащили. Потому что, когда я позвонил, там, моему товарищу Мишанину, говорю, Мишанин, там наших парней приняли. Он говорит, да, там есть у тебя контакты через американскую, на американскую военную базу. Я говорю, ну, будем искать, потому что это единственный вариант, как выдернуть парней. Да, выдернули же, насколько я знаю, да. Да, да, да. Ну, все обошлось как-то меньшей кровью. Ага. Так что, вот, это принципиально все-таки разница. И, в общем, поменять кардинально ничего невозможно. А то, что вот обсуждали выше, скажем, я абсолютно согласен, что скутера должны регистрироваться и, более того, проходить обучение. Потому что, честно говоря, несмотря на все, там, мое мотоциклетное братство, то есть я когда вижу вот это пионер-лагерь, солнышко, который едет на мопеде вдвоем без шлема и там приветствует, то, честно говоря, хочется дать по жопе, мягко говоря. Извините за мой, может быть, пятого десятка пафос. Но вот оторвать все причинные места, потому что, ну, еще раз говорю, это самоубийцы. Потому что я падал вот несколько раз, при том, что я там в полной черепахе, там, с защитой везде. Там один раз выехал мне на перерез грузовик. Я просто успел положить мотоцикл, то есть пострадал мотоцикл. Под него, да? Да, да, да. И от этого я уперся, вот мотоцикл проехал дальше, а я уперся ногами с колесом грузовика. Вот если бы была скорость чуть выше, то есть мы бы с вами не разговаривали. Вот такой шанс положить скутер и вот эти вот безбашенные бойцы, которые просто башкой припечатаются к асфальту, это просто мозги по асфальту. Больше ничего. Да, да, да. Поэтому тут, это надо, вот однозначно они должны регистрироваться и однозначно сдавать на права. То есть, по крайней мере, они обязаны ездить в шлеме, а еще лучше, чтобы там, вот как, например, на курортах горнолыжных, например, детей до 12 лет без шлема не выпускают на горнолыжный курорт. Да, 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 абсолютно правильно. Я считаю, что лет до 16-18 может быть и должно быть существенно жестче. Он должен ездить в шлеме и в защите, потому что мясо по асфальту размазывать, это тоже неправильно. Это тоже, в общем, там, переломы конечностей, которые потом не восстанавливаются. Дмитрий, огромное вам спасибо. Пожалуйста, удачи. Удачи вам, да, не подайте больше. Леонид, есть что возразить на самом деле. А вот это вот черное, бесперспективное, ничего не изменится, это неправильно. Я могу возразить. В свое время, когда я еще учился в школе и начал читать авторевью, который в свое время призывал включать фары, пристегивать ремни. Этого не было в этой стране. У нас, я неправильно сказал, в нашей стране этого не было. В этой нашей стране. Пускай будет так. Это была полная дикость. Какие фары, зачем, какой ремень. Все-таки надо отдать должное, что в том числе, благодаря авторевью, ситуация была сломана. И хоть в чем-то мы это сознание поменяли. То же самое касается и мотоциклов. Надо просто понимать, что как бы то ни было, их будет становиться больше с каждым Божьим годом. Если мы не получим какой-то страшный политический коллапс или форс-мажор, это отдельная история, это не в нашей тематике, об этом можно говорить вообще сутками, то, безусловно, количество продаваемых мотоциклов каждый год увеличивается. Хорошо. И это надо понимать. И надо понимать это не только тем, кто продает эти мотоциклы и радостно потирает руки на барышах, но и автомобилистам. Ну и в первую очередь нам, журналистам, вот сейчас ты, как главный редактор журнала, который пишет про мотоциклы, к чему ты призываешь своих читателей? Первое, к чему я призываю своих читателей... Ездить между рядами? Нет. В Владимир... Леонид, а почему людям стоять? Зачем? Я призываю немножко к другому. Безусловно, мотоциклы будут там ездить. И говорить о том, что там не нужно ездить, это смешно. Это, кроме циничной улыбки, не вызовет никакой ответной реакции, уверяю. Человек просто не будет покупать мотоцикл. У нас даже мощные, широченные туристические мотоциклы класса Голдвинги тоже не стоят. Тоже пытаются. Тоже едут. И я могу их понять. Я всегда, когда вижу, я подвинусь, я пропущу. Потому что мне не жалко. Леонид, дело даже не в том, почему... Я радуюсь, когда его вижу. Езжай. Я сейчас не призываю кому-то что-то пропускать. На самом деле, никто никому ничего не должен. Это тоже нужно понимать на дороге. Не согласен с тобой. Я считаю, что мы должны друг другу доброту, скажем так. Это правда. Но если быть с точки зрения холодного разума и закона, автомобилист не должен ничем мотоциклисту. И это правда. Но он не должен его и убивать. Он не должен создавать ему проблемы. Он просто должен ехать так, где он едет. И если мотоциклист хоть немножко в теме, он просто проедет мимо, и на этом все закончится. Ну вот к чему ты призываешь? Я призываю к тому, чтобы читатели, которые приходят в мир мотоциклов, делали это осознанно, профессионально и обоснованно. То, что делают ровным счетом и авторевью. То есть, если мы говорим про спорт, то, значит, надо заниматься спортом в соответствующих местах. Если мы говорим про туризм, а про дорогу, нужно делать такси на это. И спорту не место на дороге. Это совершенно точно. Спорту не место на дороге. Но спорт помогает в жизни. Я могу рассказать очень яркий пример. Многие, очень многие из нынешних российских спортсменов, участвующих в кольцевых чемпионатах по шоссе на кольцевом отогонках и показывающих очень хорошие результаты даже на европейских треках, в свое время начинали ездить на спортбайках по городу. Логично. И миграция чем заканчивается? То есть, чем больше человек занимается спортом, тем меньше он ездит, как это не цинично прозвучит, по городу на мотоцикле. Во всяком случае, не на спортбайке. Абсолютно. И кончается всегда это одинаково. Спортбайк ездит в прицепе на трек. Да. Это нормально. Для города есть более подходящие модели. Не столь злые, не столь требовательные, а главное, не столь провокационные. Оборудованные в том числе и современными системами безопасности. Такими как трекшн-контроль, такими как АБС. Более того, в ближайший год в Европе будет принят закон об обязательном оснащении всей мототехники от определенной комбинатуры АБС, что поможет избежать... С 16-го года, да, в Европе? По-моему, с 16-го года, да. Что очень серьезно поможет избежать многих аварийных ситуаций. Вот как один из наших собеседников рассказывал, он сделал стопи, после чего он упал, а машину он даже не заделал. Может быть, прозвучит цинично и жестко, но если бы у человека было бы АБС... АБС этого не было бы, конечно. Он бы вообще не упал, и ничего бы он не задел, и никуда бы он не въехал. Это совершенно очевидно. То есть электроника, страхующая в той или иной степени, приходит в мир мотоциклов. Абсолютно точно. И есть система противоскольжения, есть система антивилли, то есть система, которая не позволяет мотоциклу подниматься на заднее колесо. Так или иначе, мотоцикл – это удобно, это быстро, это безопасно. Мы можем сколько угодно долго говорить, что это не образ жизни, а или это образ жизни. Но это есть. Это есть, это есть. И с этим надо жить, и в этом нужно понимать. И будет, да. Продолжим сейчас обсуждение, а пока новости. Приветствую всех. Говорим про мотоциклы и автомобили. Что у нас общего, что у нас разного. Говорим с Владимиром Здоровым, главным редактором Моторевью. Вот мы уже, ну как-то мы вышли на какую-то позитивную тему, да. Мы поняли, что, конечно же, мотоциклистам в России очень тяжело. И это, в общем, конечно, такая экстремальщина. Вот по-любому. Но, тем не менее, ездить будут на мотоциклах. И будут ездить между рядами, потому что иначе это все не имеет смысла. Давай поговорим про то, во-первых, что все-таки нужно сделать, как автомобилистам все-таки себя вести. Вот твой взгляд. Что ты посоветуешь нам, автомобилистам? Вот ты сказал, что мы ничего не должны мотоциклистам. Я сказал, что я, когда вижу мотоцикл, всегда куда-то там подвигаюсь. Я, скажем, если вижу, что он нагоняет меня справа между рядами. Я мигаю один раз поворотничком влево и чуть-чуть подаюсь к осевой, если я еду в левом ряду, да. Он проезжает и там, скажем, ну там иногда он меня машет, иногда просто проехал, да. Вот правильно я делаю или нет? Или лучше просто ехать, как едешь? Леонид, то, что ты делаешь, безусловно, очень приятно. И приятно, когда такие автомобилисты встречаются. Но это совершенно не обязательно. Лучше всего быть максимально предсказуемым. А для того, чтобы быть максимально предсказуемым, не нужно делать ровным счетом ничего. Нужно просто ехать, как мы едем обычно на машине. Потому что, как бы там ни было, машина, это, увы, в московских условиях очень печально. Мы просто едем в пробке за соседом. Ну, иногда и не в пробке, слава богу. К счастью, иногда все-таки не так, но довольно часто это все-таки плотный поток. Не нужно ничего предпринимать. Если автомобилист увидел мотоциклистов, он просто должен про себя отметить, что этот мотоцикл есть. Через несколько секунд он проедет. На этом все закончится. То есть, по большому счету, никаких действий предпринимать не нужно. Самая большая, с моей точки зрения, проблема автомобилистов, российских, именно российских, как они, это обозначает, что они мотоцикл не видят. То есть, типичная формулировка при аварии с мотоциклом, я его не видел. Не видят по одной простой причине, потому что не смотрят. Почему-то в Европе автомобилисты видят мотоциклы. Что, у них лучше зрения? Наверное, нет. Наверное, потому что его ждут. Тут есть такая проблема. Поскольку, вот мы уже говорили, что Россия не мотоциклетная страна, хотя бы в силу климата, у нас полгода, мы отвыкаем от них. В советские времена не было же мотоциклов на дорогах. Мы вообще не привыкли. Совсем было немного. Есть такая штука, распознавание образов. Да. Вот образ КамАЗа у нас, у всех автомобилистов, очень четко распознается, да? Как и образ там троллейбуса или просто другого автомобиля. Да и то, вот ты говорил про ближний свет, постоянно включенный. Это же делается для того, чтобы лучше, четче распознавать образ другого автомобиля. Визуализировать автомобиль, что помогает. А мотоцикл-то, да? Его площадь даже меньше. Безусловно, мотоцикл увидеть сложнее. Именно поэтому зимы такой культуры нет. Это реальность. И пока количество мотоциклов не станет таким, что люди просто априори не смогут их не замечать, они будут понимать, что так или иначе, хотя бы там несколько раз минут они проедут. Они забудут. Безусловно, забудут. Но в любом случае, чем будет больше становиться мотоциклов, тем больше про них будут думать. Как бы то ни было. Это правда, это правда. Слушай, а скажи, пожалуйста, а вообще, ну, аварийность-то высокая, да? Да, безусловно. Ты мне говорил, да, что в Москве каждый день практически гибнет по мотоциклисту. Нужно понимать, что, как я еще раз сказал, автомобильных аварий происходит на несколько порядков больше. Гораздо больше. Их и больше. Да. Но просто проблема в том, что мотоцикл... Относительная смертность и травматизм ниже. Конечно же, так как автомобиль, да. И он иногда очень серьезно наказывается за ошибки. А скажи, сезон начинается когда мотоциклетный в Москве? Сезон мотоциклетный теоретически начинается первые выходные апреля. Апрель. Да, практически это зависит от погоды. Были на моей памяти случаи, когда я начинал ездить в феврале. Ого. Да, такое тоже было. А были на моей памяти случаи, когда в мае шел снег и нельзя было ездить. Вообще, понятие начала сезона для мотоциклистов это всегда крайне опасное время. Вот. Вот я тебе хотел спросить. Помимо того, что автомобилисты отвыкают от мотоциклистов... Нет ли всплеска? Есть. Мало того, что сам мотоциклист теряет навыки свои за зиму. Угу. Плюс московские дороги обильно поливаемые субстанциями, которые... Дико скользкие. Они скользкие даже для машины. Хлористый кальций? Ужас. ХКМ. Для мотоцикла это чистой воды падение. И это пока не пройдет там несколько серьезных ливневых дождей. Пока не пройдет много поливальных машин. Это касается не только Москвы. Это касается любого города, где работают злые химии. Но Москве это касается в большей степени. Первую очередь. Безусловно. Это все приводит, конечно же, к авариям. Плюс за ночь асфальт остывает. Коэффициент его сцепления с резиной теряется. Если на автомобиле мы об этом даже не думаем, то мотоцикл обязательно об этом напомнит. Плюс многие мотоциклисты не понимают степень важности и значение резины. Это на порядок важнее, чем на автомобиле. И даже свежая резина с хорошим сохранившимся протектором... Ну, резины, шины ты имеешь в виду? Я имею в виду покрышки, да. Шин. Но если ей там 2-3 года, она свои свойства теряет. Все. То есть она может выглядеть нормально, она может выглядеть как новая. А на самом деле... Она не будет работать. В принципе, это касается и машин, да. Но просто в меньшей степени. Безусловно. Абсолютно точно. То есть есть масса вещей, которые в Европе вообще не вызывают людей вопросов. Просто потому, что другой климат. Потому что дороги чистые априори. Потому что автомобилисты тебя видят. Здесь все это нужно учитывать. И только понимая все эти факторы и имея хороший накат. А еще лучше какие-либо тренировки зимой в Европе желательно, чтобы не совсем терять навык. Можно вкатиться в сезон. Есть такое понятие мотоциклистов. Без последствий. А какие школы и вот эти вот в России и за рубежом ты мог бы посоветовать? Ну, я не буду называть какие-то конкретные, безусловно, названия. Но в России есть. Почему безусловно? Назови, пожалуйста. Если знаешь. Я знаю названия, но я еще раз говорю, я не хотел бы делать рекламу. Почему? Сделай. Вот мне это странно. Мне никогда не жалко. Пожалуйста, хорошим мотошколам с удовольствием. Ну, еще раз говорю. Я просто хочу сказать, что есть там интернет, есть специализированные издания. Я не хочу посоветовать оказаться неправым. Суть какая? Нужно всегда смотреть на процесс. К сожалению, я не был в каждой конкретной мотошколе, чтобы дать ей профессиональную точную оценку. Но, тем не менее, есть мотошколы, где учат начальным навыкам обучения, где учат экстремальным навыкам вождения. Есть продвинутые мотошколы, которые специализируются, например, только на мотокроссе, либо только на спортбайках и на трековой езде. Сколько, как правило, стоит? Это все очень-очень не бесплатно. Если мы говорим о начальном обучении, то все это какие-то разумные деньги. То есть, по-моему, запросто занятие может укладываться и в 500 рублей. Легко. Вот я помню, где-то 1012 я потратил несколько лет назад на где-то на стадионе на Автозаводской мотошколу. Есть мотошкола, она называется Pilot Racing Team. Это одна из старейших мотошкол, там очень неплохо учат. Я все-таки в итоге назвал эту мотошколу. Там можно получить базовые навыки, их очень неплохо придадут. Более того, она продвинута до такой степени, что она же занимается и обучением трековой езды. И там ты можешь развиваться. Ты можешь развиваться, да. На самом деле, это не какие-то сумасшедшие деньги, когда речь идет о собственном здоровье. В том-то и дело, это кайф. Вот чем больше я, а я все-таки, конечно же, раздумываю над тем, чтобы получить категорию ездить, тем больше я понимаю, что в мотоциклизме как нигде, даже гораздо больше, чем в автомобилизме, имеет смысл вкладывать в собственное обучение. Да, безусловно. Потому что это нереальный кайф. Именно так. И когда у тебя получается что-то новое, ты от этого получаешь просто неслыханное удовольствие. Одно дело, если ты пустил в дрифт автомобиль, да, здорово, но если ты то же самое сделал с мотоциклом, благо я могу сравнивать, потому что я езжу, в общем-то, и на автомобиле, да, безусловно, не так хорошо, как это делает Леня, но тем не менее, это несопоставимо. То есть во время дрифта в машине я могу пить кофе и даже позвонить другу. Ну, можно помахать, да. Ручку кому-нибудь, да. На мотоцикле, конечно, помахать тоже можно. Но уровень, который для этого потребуется, будет на порядок отличаться. И ощущение, которое ты получишь, выше. А если это еще будет и на закрытом треке, это будет вообще великолепно. Это будет безопасно, ты будешь в полной экипировке, ты будешь стопроцентно уверен, что в тебя не приедет задним ходом начинающий ученица на Дэйву Матис, и ты получишь неслыханное удовольствие. Скажи, экипировка по Европе безопасных, люди ездят в джинсах и в шлеме. А вот у нас? У нас, к сожалению, тоже так ездят. Особенно, когда жарко. Чего делать категорически нельзя. Но, к счастью, это не основной поток мотоциклистов. В Москве, собственно, как и в России, очень жесткое правило. Неважно, какая погода, чем на тебе больше экипировки, чем она более жесткая, правильная, профессиональная, тем больше ты безопасности. Это моя философия, которую мы исповедуем в журнале. Лучше приехать в офис, принять душ и переодеться. Чем лежать в больнице? Чем лежать в больнице? Есть масса случаев, вариантов, когда хорошая экипировка максимум даст тебе синяк или небольшую гематому, а ее отсутствие положит тебя, как минимум, на несколько месяцев в больницу с очень серьезными кожными заболеваниями. Потому что фактически стирающаяся об асфальт кожи, то, о чем мы здесь говорили, это очень серьезная вещь. Это химический ожог, который может не проходить... Ну, термический, в первую очередь. Да, и термический, в том числе. Который не будет проходить долгими-долгими годами. У тебя самого это было? Да, конечно. К сожалению, это было. Почему? Потому что, когда я начинал ездить на мотоцикле, это еще был Советский Союз. И у меня, наверное, одного из первых уже в Советском Союзе был японский мотоцикл. Но, к сожалению, даже если бы я тогда захотел, а финансово тогда это было сложно, я бы не смог купить. Экипировки тогда просто не было. Ну да, да. А японский мотоцикл, безусловно, наказывал. Делал это часто, регулярно и жестко. Ну, хорошо. Вот жалко, да, наш час подошел к концу. Как всегда, время пролетает незаметно. Есть еще масса тем, которые хочется обсудить. И мы, наверное, вернемся к этому. Я на это очень надеюсь, потому что тема бесконечная. Мы только начали. Абсолютно точно. Мы только подошли к вершине айсберга. Абсолютно точно. Так что, кратко резюмируя, можно сказать, я думаю, что следующее. Друзья, если вы можете не сесть на мотоцикл, не садитесь на него. Это первое. Если вы водитель, и вы видите мотоцикл в зеркалах заднего вида, ничего не предпринимайте, и, пожалуйста, не обижайтесь на него за то, что он громко рычит глушителем и слепит дальним светом, потому что... Он делает это для собственной безопасности. К сожалению, в России только так. Да. Будем жить вместе, надеюсь, будем жить долго и счастливо. С нами был Владимир Здоров, главный редактор Мот и Ревью. Спасибо моему продюсеру Виктории Швец. И до следующих дорожных просветов. До свидания. Продолжение следует...